Всем привет! С вами Димон, вы на канале Все Китай. Ну что, друзья, сегодня мы с вами поговорим про Lenovo S5 Super. Ладно, просто интересный смартфон с соотношением сторон дисплея 18-9. И знаете, это новинка, это суперновинка от компании Lenovo. Да, когда-то Lenovo была очень популярная и все ее покупали, а сейчас смартфоны Lenovo не то, что почти никто не покупает, так и сама компания почти не выпускает ничего интересного. Ладно, сегодня у нас Lenovo S5, друзья. Кому интересен данный смартфон, садимся поудобнее, потому что, знаете, данный смартфон может даже составить конкуренцию Meizu, Xiaomi, Huawei спокойно, потому что стоимость данного чуда 165 баксов и характеристики довольно-таки крутые. Так что берем печенюхи, чай и давайте смотреть обзор. Дизайн смартфона ничем не примечателен, напоминает Xiaomi Mi A1. Смартфон имеет металлический корпус, выводы под антенны выполнены идеально. Да и в целом сборка на высоте, тут не к чему придраться, все монолитно. С фронтальной части нас встречает 5,7-дюймовый Full HD Plus дисплей с, откровенно говоря, большими рамками. Над дисплеем у нас фронтальная камера на 16 Мп, разговорный динамик и различные датчики, а также есть индикатор уведомлений. Помимо этого дисплей имеет олеофобное покрытие. Да, не самое хорошее, но имеет. Сам дисплей здесь отличный, минимальной яркости хватает, но она не рекордная. Максимальная тоже неплохая, но как мне кажется, на том же Redmi 5 и Redmi 5 Plus максимальная яркость будет выше. Цвета сочные, контрастные, а вот белый цвет тут, конечно, не идеальный. То есть какой-то мутный. В целом дисплей средний, ничего выделить я не могу. Звучание. Итак, основной мультимедийный динамик здесь, скажем так, обычный. Он не выделяется из толпы с суперкачеством или супергромкостью. Он на уровне Meizu M6s. То есть, ну такое, сойдет, хорошо. А вот звучание в наушниках здесь бомбезный звук, мне понравился, претензий вообще нет. Но знаете, что самое крутое по звучанию в данном смартфоне? Это разговорный динамик, потому что это самый громкий, самый качественный разговорный динамик, который я вообще встречал за последнее время. Потому что он уделывает всех полностью. Запас громкости здесь просто до небес. Качество тоже офигенное. То есть, даже в очень шумном месте вы спокойно сможете разговаривать по данному смартфону, и вы хорошо будете слышать собеседника. То есть, как звонилка, то, что надо. Перед покупкой Lenovo S5 советую установить приложение Aliradar, который покажет надежность продавца, сколько лет магазину, какой процент у него негативных отзывов. Конечно же, есть график динамики цен, с помощью которого вы всегда сможете покупать по максимально низкой цене. А также, приложение вас будет уведомлять о снижении цены на товар, который вы добавили в избранное. Ну и, конечно же, есть расширение для браузера Aliradar, в котором еще больше функций. Так что, друзья, начинайте покупать с умом и по минимальной цене. Так что, ссылка на Aliradar будет в описании. Производительность. У меня набор памяти 3.32, самая дешевая версия. В качестве процессора Snapdragon 625. Сбалансированное старое решение, на базе которого до сих пор выпускают смартфоны. Работает данное чудо на восьмом андроиде с фирменной оболочкой ZUI. Сначала у меня была кастомная прошивка от продавца. Да, был Play Market, да, у нас был русский язык, но перевод процентов на 50 от силы, обновления системы, понятное дело, нет. Большинство функций тупо не работали на смартфоне. Помимо этого, смартфон можно купить на официальной китайской прошивке, но у нее вообще нет Google сервисов и только английский и китайский языки. Прошивка безумно неудобная, если честно, на любителя. Часть функций, как я уже и говорил, на кастоме не работает. Сканер работает медленно, проблема, скорее всего, программная, потому что железо позволяет работать ему гораздо быстрее. В итоге, друзья, у меня получилось установить на данное чудо нормальную оригинальную прошивку, которая обновляется по Wi-Fi. И знаете, смартфон начал работать кардинально по-другому. Так что, кому интересно, ссылку на прошивку и на инструкцию я оставлю в описании. Но, как же установить Play Market? Но, знаете, все элементарно просто. Заходим в App Center, в поиске пишем Google и скачиваем. Все, никаких танцев с бубнами, все элементарно просто. Но, как я уже и ранее говорил, прошивка мне не понравилась, она мне неудобная. Но, знаете, во всем этом, так сказать, хламе мне понравились жесты, потому что они очень удобные и понятные. Не нужно вообще пользоваться наэкранными кнопками. Тут, конечно же, хвала разработчикам. Игры идут нормально. Тут все предсказуемо, так как процессор уже не новый и про него все уже все знают. Итак, танки хорошо идут на средних настройках, при этом выдавая 45-55 FPS с редкими просадками до 35. На высоких получим уже 35-45, но с частыми просадками до 25 FPS. Все остальные игрушки спокойно будут работать на средне-высоких настройках. Сканер отпечатков пальцев как был медленным даже на кастомной прошивке, так и остался на официальной китайской прошивке. Все равно он, блин, медленный. Ну и, конечно же, я сделал спид тест Xiaomi Redmi 5 Plus, у которого тоже Snapdragon 625, так что оценивайте. Субтитры сделал DimaTorzok Автономность. Внутри у нас банка на 3000, производитель заявляет, что у нас есть быстрая зарядка. Но на деле нифига подобного. Заряжается смартфон долго, что на кастоме, что на официальной китайской прошивке. Даже с помощью другого быстрого зарядника смартфон все равно не хочет заряжаться так быстро, как заряжаются его конкуренты. Скорее всего, проблема кроется в программном обеспечении. И я думаю, с обновлениями все это поправят, потому что потенциал явно есть. На деле смартфон спокойно живет один день при средней нагрузке, и он спокойно уделывает Meizu M6s и Honor 9 Lite по автономности. И знаете, это хорошо. Итак, тесты, друзья. На кастомной прошивке игры 10% заряда уходит за 21 минуты игры на максимальной яркости плюс Wi-Fi. Видео на максимальной яркости, фильм, скачанный на смартфон без интернета, 6 часов 45 минут. И знаете, неплохо. Meizu M6s показывает только 6 часов 10 минут, а Honor 9 Lite вообще 5 часов 10 минут. А вот результаты на официальной прошивке будут поинтереснее. Игры 10% заряда уходят за 23 минуты игры. Уже интересно. Для сравнения Meizu M6s 10% показывает только за 20 минут. А вот результаты воспроизведения видео подросли буквально чуть-чуть. 6 часов 55 минут. Камера основная состоит из двух модулей по 13 мегапикселей с диафрагмой f2.2. Фронталка на 16 мегапикселей, но диафрагма такая же. Основная камера снимает неплохо. Особых претензий нет. Да, название лучшего камера фона за такую стоимость она явно не тянет, но при желании можно получить очень даже неплохие фото. Знаете, больше всего мне понравился режим Bokeh, потому что размытие заднего фона офигенное. Да, но возможно не самое идеальное. Но для смартфона, который стоит 165 баксов, это вполне неплохое качество. А также можно изменять степень размытия заднего фона. Функция очень полезная и многим пригодится. Для сравнения я взял Meizu M6s, у которого камера довольно-таки отличная. И знаете, к сожалению, Lenovo снимает немножко хуже. Но разница не огромная. В любом случае, друзья, свое мнение пишите в комментариях. Фронталка снимает неплохо, но явно не на свои 16 мегапикселей. Она на уровне Meizu M6s, у которого фронталка на 8 мегапикселей. А также в помещении она очень сильно темнит задний фон. На кастоме это было очень критично. На официальной китайской прошивке все это немножко поправили, но пока что не идеально. Ну что, друзья, если подвести итоги, то мы получаем очень даже сбалансированный смартфон. Цельнометаллический корпус, USB Type-C. Есть быстрая зарядка, которая пока что почему-то работает не совсем корректно, мягко говоря. У нас здесь три камеры, которые умеют делать боке. Качество, скажем так, нормальное для такой стоимости. Дисплей у нас с соотношением сторон 18-9. Скажем так, процессор неплохой. По сути, все более-менее сбалансировано. Но фишка в том, что это смартфон от компании Lenovo. А смартфон от компании Lenovo, как мне кажется, уже очень давно никто не покупает и вообще не обращает внимания на данную фирму. А также у нас только китайская прошивка. Да, Play Market установить очень легко можно, но все же это только китайская официальная прошивка. Да, она будет обновляться, русского языка, понятное дело, не будет. Есть китайский иногда встречается, но это китайская прошивка, которой особых претензий нет. Да и плюс это Zui, Zui от Lenovo, которая явно не всем подойдет, потому что она такая специфическая оболочка. Если честно, мне не очень понравилось. А так, в целом, к смартфону особых претензий у меня вообще нет. Да, что-то хорошо, что-то плохо, но за 165 долларов смартфон максимально сбалансирован. И знаете, если компания Lenovo все-таки выпустит Lenovo S5 на международный рынок, и стоимость будет адекватная на уровне Redmi 5 Plus или Redmi Note 5, ну хотя Redmi Note 5 и уделывает данный смартфон полностью, ну все же, друзья, если вас интересует данное чудо, и вы хорошо знаете, ну относительно хорошо знаете английский язык, и вы все-таки хотите купить себе Lenovo S5, то советую покупать вам смартфон именно с китайской прошивкой. Кастомы вообще не покупайте, потому что там перевод голимый, половина функции не работает и все тормозит. Поэтому только китайская официальная прошивка, которая обновляется и работает хорошо. В любом случае, друзья, это лично мое мнение. Покупать данное чудо или же нет, решать только вам. Ссылочка будет в описании. А с вами был Димун, канал Всю Китай. Всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok